первое задание разложить в общем матрицу на миноры вот собственно я вам рассказывал что в общем для матрицы матрица 2 на 2 в общем-то определитель это вот такая тема от просто диагональные элементы отнять противоположные диагональные еще раз писал какие-то сложные схемы того как какие диагонали бывают у матрицы 3 на 3 но вообще сказал что типа да проще на минору раскладывать вот и сейчас то что я делал неверно это я начал делать по диагоналям вот я брал диагональные элементы подчеркивал элементы по аси у кого-то включился микрофон если что вот и это было конечно нехорошо потому что тогда возникает путаница со знаками как это делать на самом деле нужно выберете выбираете либо столбец либо либо строку как вам удобно и начинаете для первого элемента минором будет для единицы соответственно матрица которая остается не под и не справа от единицы это 7 11 17 19 считать мы этот определитель не будем конечно как бояться вот чисто про продукт правильное разложение делать вот вторая история не вторая история как бы с вторым элементом то же самое вот это пятерка вот тоже вычеркиваете остаются те которые не зачеркнуты красным в данном примере берете со знаком минус что чередование знаков идет в таком случае 5 это 2 3 17 19 вот и дальше последний элемент это 13 какой бы цвет выбрать желтый или зеленый желтый или зеленый будет зеленый вот зеленый тоже вычеркиваем как надо вот и получаем 13 2 3 7 11 вот и после этого для как бы для задачи 2 на 2 мы как бы мы как это работает знаем и в общем сводим задачу предыдущей вот по идее если разлагать по диагонали то там не возникает минусов но как бы на самом деле для очень многомерных случаев объяснять объяснять как определяется минус не минус становится чуть-чуть сложнее чем просто закономерность показывать такого вида поэтому просто лучше запомнить что это как бы по строкам и по столбцам так разлагаете и все будет работать вот есть вопросы с разложением номинора для подсчета определителя матрицы 3 на 3 напишите плюс если вопросов нет не а не это нет вопрос да я вас правильно понял ну будем считать что правильно значит давайте все таки теперь к этому к себя я поправил теперь к следующей задачи давайте найдем обратную матрицу вот давайте искать матрицы обратно 2 5 6 12 6 12 вот напоминайте мне каким каким образом я это буду делать ну это определитель обратную матрицу или я оговорился и спросил про определитель ага да дописываем единичных хорошо мог я говорится на самом деле 1 1 0 0 и дальше элементарными линейными преобразованиями мы хотим в общем-то прийти к к тому чтобы единичная у нас была слева так в общем прикладываем единичную матрицу радуемся жизни начинаем делать элементарные преобразования с чего начнем начнем с того чтобы взять и избавиться от шестерки каким образом можем исправиться от шестерки избавиться от шестерки мы можем да здесь я не написал ну давайте я напишу это как бы у нас первое уравнение второе уравнение потому что это уже к следующему действию имеется ввиду да мы берем и отнимаем эту штуку умножить на 3 первое уравнение умножить на 3 ну и нормально мы умножаем на минус 3 здесь получаем минус 6 здесь получаем минус Son здесь получаем ну вот отлично отнимаем от 6 минус 6 получили на лямбу От 12 отняли минус 15, точнее, 12 прибавили минус 15, получили минус 3. От 0 к 0 прибавили минус 3, получили минус 3. К единице прибавили 0, получили. Ну, поняли, что мы получили, а если к единице 0 прибавить. Вот, ну, замечательно. Давайте смотреть дальше. Дальше нам нужно избавиться от пятерки. То есть мы вот избавились от того, что было под первой строкой. Теперь... Нужно избавиться от того, что над второй строкой, пятерой. Что мы делаем? Мы прибавляем второе уравнение, умноженное на 5 третьих. Почему на 5 третьих минус 3 умножить на 5 третьих будет как раз минус 5. Вот, в скобках это номер уравнения, если что, а не число конкретное. Вот, отлично. Умножаем на 5 третьих минус 3. Получаем минус 5. Минус 3, опять минус 5. Единица, получаем 5 третьих. Поэтому складываем два уравнения. 5 с минус 5, получаем 0. 1 с минус 5, получаем минус 4. 0 с 5 третьими, получаем просто 5 третьих. Вот. Дальше мы хотим, чтобы здесь появилась единичная матрица. Поэтому это уравнение, это чудесное уравнение мы умножаем на 1 вторую. Получаем здесь единицу, здесь минус 2, здесь 5 шестых. А здесь мы умножаем на минус 1 третью. Получаем 0, единицу, единицу, минус 1 третью. Вот. Соответственно, получаем, отлично. У нас есть минус 2 5 шестых, 1, минус 1 третья. Вот. Вроде нормально. Вот. Давайте проверять. Как мы ее проверяем? Ну, стандартненько. Проверяем мы просто перемножением. Ну, давайте проверять. Как, в общем, как было заведено у наших предков. Столбцы на... Строки на столбцы. Вот. И вот это вот все. Ну, давайте. 2,5 скалярно на минус 2,1. Что это? Это минус 4 плюс 5. Единица. Пока верно. 2,5 на вот эту вот историю. Итого это у нас... Сейчас. Сейчас. Ну, да. 5 третьих. 5 третьих и минус 5 третьих. 5 третьих. Минус 5 третьих. Это 0. Ставим 0. Все пока нормально. Вот. Идем дальше. Начинаем. 6 и 12. Минус 2 умножить на 6. Минус 12 плюс 12. 12 равно 0, как мы и хотели. 6 умножить на 5 шестых. Это просто 5. 12 умножить на минус 1 третью. Это минус 4. Соответственно, 5 минус 4 тоже равно единица. Получили единичную матрицу. Отлично. Значит, обратную, в общем-то, обратную нашли нормальную. Давайте сложное, короче. Начнем со сложного. Собственные вектора и собственные значения. Вот. Сейчас будет много объяснений и мало подсчетов. Особенно, как бы, если вам сейчас лень. Это как раз возможность просто послушать и посмотреть. 4, 5, 3, 2. Замечательно. Вот. У нас есть матрица 4, 5, 3, 2. И мы с вами помним... Ну, ладно, я с вами помню, что, как бы, собственные вектора и собственные значения, это такая невероятная вещь, что мы берем нашу матрицу А и умножаем на вектор x с... На вектор x, ладно, какой-то. И это абсолютно эквивалентно тому, что это какое-то число умножить тоже на этот x. То есть у нас есть запись, что у нас есть скаляр, который собственное значение. И вот некий такой собственный вектор, что, как бы, он не просто отображается, отображается сам себя, просто немножко умноженного на какой-то скаляр. Вот. Ну, давайте... Чего мы хотим? Мы хотим, собственно, найти вектора и эти собственные значения, ну, как бы, их найти. Давайте на это посмотрим обратно с точки зрения того, что это все-таки линейное уравнение. 4x1 плюс 5x2 и 3x1 плюс 2x2. Сейчас главное не ошибиться где-нибудь, очень глупо. Вот. И получаем... Ну, кстати, вот... Хочу ли я вам задать этот вопрос? Давайте, не хочу. Смотрите. У нас вот здесь число умножается на вектор. То есть вот у нас есть эта лямбда странная, есть некий вектор. Что это на самом деле означает? На самом деле это означает, что у нас есть вектор-столбец вот x1, x2, вот этот вот самый, который мы вот сюда вписали. Вот. И есть некое число. Но я вам напомню, что умножение числа на вектор осуществляется по элементам. Ну, вот это вот наши стандартные определения операции для линейного пространства, да, вот это вот, что типа мы вектора можем складывать друг с другом и на число умножать. Это вот мы точно умеем. Значит, хорошо. Получаем лямбда x1 и лямбда x2. Еще раз. Вот это вот лямбда, это просто число какое-то. Здесь могло быть 2, здесь могло быть 17, здесь могло быть 147, здесь могло быть что угодно. Лямбда x1. Поэтому, как бы, поскольку у нас здесь все довольно в эквивалентной записи происходит, то мы на самом деле получаем вот такой вид запись. Вот эта вот история преобразуется вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Сейчас я заговорился. Вот в эту запись она преобразуется. Что мы с этим можем делать? После этого мы к этому можем относиться и какое-то время мы будем к этому относиться строго, как к обычной системе уравнений. Забыли про всякие матрицы, забыли про вектора, забыли про линейную алгебру, вернулись в школу. Там, правда, таких символов не было, но что поделать. Переносим этих чудесных ребят в левые части. Слишком жирно. Можно потоньше. Спасибо. 4x1 минус лямбда x1 Напомню, лямбда просто число плюс 5x2 равно 0. 3x1 минус лямбда x2 минус лямбда x2 Теперь мы с вами смотрим дальше. Можем ли мы еще как-то это дело упростить? Ответ, конечно же, да. Потому что упрощать это клево. Напомню, что мы можем вот из таких записей со множить за скобку уводить и получать вот такую историю. 4 минус лямбда скобку умножить на x1 и здесь тоже что-то такое было. 3x1 плюс 5 минус лямбда Так, захожу на край. Сейчас, простите. Это чуть-чуть покомпактнее нарисую. 5 минус лямбда равно x2 Вот. Я в какой-то момент все-таки дам вам кое-что посчитать. Вы не волнуйтесь, как бы, те, кто хочет. У вас возможность посчитать, что-то будет. Но, возможно, не так, как вы ожидаете. Вот. Соответственно, получаем новую систему уравнений, в которой появился некий параметр лямбда. Вот. А так в целом, а так в целом, это стандартное линейное уравнение. Как бы, никаких проблем вроде бы нету. Вот вроде бы никаких проблем нету. То есть, напоминаю, лямбда у нас просто число. Значит, вот эта вот вся история, это просто коэффициент при x1. Здесь лямбда тоже, это просто число. Значит, вот это вот выражение 5 минус лямбда, это тоже просто какое-то число. Значит, это тоже просто коэффициент. Ну, соответственно, резко и решительно берем и вспоминаем, что у нас с вами существует понятие матриц. Это значит, что вот это вот конкретное выражение можем записать в матричном виде. Это же все еще линейное уравнение. Давайте, как бы, мы сделали круг и вернулись. Потому что мы с чего начали, только с некоторым фокусом. Фокус заключается в параметре лямбда. Записываем вот такую вот чудесную историю. Вот. Это конкретно матрица. Вот. И дальше есть некоторый фокус, который я вам... Вообще говоря, я вам его дам без объяснения. Потому что... Ну, потому что незачем на самом деле. по поводу этого напрягаться. Смотрите. Утверждается, что вы можете найти собственные числа матрицы. Утверждается, что вы можете найти собственные числа матрицы. Давайте только сейчас я вот возьму и перепишу аккуратненько на новую страницу. Даже не перепишу, а сделаю вот так. Вот так вот сделаю. У нас останется вот такая чудесная запись преимущества digital painting, как говорится. Вот. Утверждается, что если у нас... Если мы приравняем определитель этой штуки к нулю, то мы сможем из этого составить характеристическое уравнение, из которого мы просто получим наши чудесные собственные значения. Как это выглядит? Вспоминаем, как мы ищем определитель. Мы перемножаем вот этих ребят и из них отнимаем вот этих ребят. Ну, давайте смотреть. При этом помним, что мы как бы... Мы решили, мы решили, что он равен нулю. Мы просто решили себе это. У этого есть некоторая логика, но как бы я в нее не выдаюсь. 4 минус лямбда умножить на 5 минус лямбда минус 3 умножить на 5. Давайте я не буду как бы ускоряться. Вот. Из этого мы получаем некоторого рода квадратное уравнение на самом деле. Что это у нас? 20. 20. плюс лямбда в квадрате минус 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 5 лямбда. Разрешился скобки раскрывать. Какой ужас. Минус 4 лямбда. Минус 9 лямбда. Греха таить. Так. Надеюсь, я в этом не ошибся. Вот. И все это еще минус 15. Потому что вот эта вот история. Мы получаем абсолютно стандартное школьное квадратное уравнение. Минус 9 лямбда плюс 5. Которое мы можем каким-то... И мы помним, что все это равно нулю. Вот. Вот здесь я предложу вам самим найти корни этого уравнения. Вот. Ага, только ребят. Я же молодец, да? Я в какой-то момент неправильно переписал. У нас двойка, которая была вот в исходном матрице 4, 5, 3, 2 превратилась в пятерку. Поэтому у нас 4, 5 и 3, 5. Теперь матрица. Но что поделать? Это ничего особо не меняет. Я, по-моему, на каком-то очень раннем этапе этого рассмотрения то ошибку сделал. Поэтому будем с вами работать с матрицей 4, 5, 3, 5. Давайте 5 минут с этим посидим, а потом пойдем дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я подбирал числа так, чтобы в корнях были рациональные числа, нерациональные, потому что это чуть-чуть удобнее. Просто чуть-чуть удобнее. И чуть-чуть экономит время. Поэтому наша задача не учиться решать квадратное уравнение все-таки, поэтому это 8. 2, 4, 5, 3, 2, да. Это 8. Здесь тоже 6. Это минус 2 лямбда, минус 4 лямбда, минус 6 лямбда, минус 6, и плюс лямбда в квадрате. И это какой-то простой квадратное уравнение, по-моему. Так, это минус квадратия, минус 6 лямбда, плюс 2. Тоже что-то не то получилось. Сейчас, секунду. Должно быть... Где здесь минус гривен? Где здесь минус гривен? Да, потому что, да, все, я правильно все помню. Да. Здесь-то 5, все ощущается. Здесь должно быть 5. Соответственно, это минус 15. Давайте сомневаюсь. Как раз и закончим. Так, 4 минус лямбда умножить на 2 минус лямбда, минус 3 умножить на 5. Итого это у нас что? Это 8 плюс лямбда в квадрате. Минус 6 лямбда. Минус 15. Итого это лямбда в квадрате. Минус 6 лямбда. Минус 7. Минус 7. 8 минус 15 минус 7. Да, вы правы. Да, да, да. Это было вовремя заметено. А, ну все тогда получается, да. Все, минус 7. x1 равно минус 1. x2 равно 7. Не-не-не. Не-не-не. Должна быть минус 1,7. Вот стопудово должно быть минус 1,7. Я сейчас как бы... Ну да, да, да. Минус 1,7. По теореме видят, короче. По теореме видят. Минус b это минус 6. Она получается... Соответственно, у нас сумма должна быть шестеркой. А7 плюс-минус 1 будет 6. А коэффициент c, который просто свободный, это перемножение их взятых обратно. Вот. Все, я тоже сейчас это гуглил, чтобы подставить веет. Вспомните, что там с минусом берется, что не с минусом. Тоже подзабыл. Ну ладно, я просто подзабил. Я не знаю, кто из вас это что помнит, кто не помнит. Вот. Хорошо. У нас есть корни уравнения. Это минус единица и семерка. Можно было дискриминантно считать. Конечно, потому что это квадратное уравнение. Но мне было лень. Давайте дальше смотреть. Мы нашли корни этого квадратного... Что мы сделали? Мы взяли нашу матрицу. У нас она была вот эта вот. 4, 5, 3, 2. Взяли, вычли из диагонали на самом деле лямбду. А лямбда подразумевается, что это то, что должно быть нашими собственными значениями. Сказали, что у нас детерминант теперь, или определитель, это одно и то же, равен нулю. Начали считать по нашей стандартной формуле определитель. И из него элементарными математическими уже преобразованиями получили квадратное уравнение, которое несколько раз меня повредило. А из него уже нашли отлично, спокойно нашли свои два корня. Собственно, на этом этапе вы можете понять, почему я сказал, что у матрицы ранга 2, то есть размерности 2 квадратный, будет два собственных значения. И собственных вектора тоже будет два. А у матрицы 3 на 3 будет 3. Почему? Потому что, когда мы будем проделывать то же самое, здесь возникнет кубическое уравнение, а кубическое уравнение 3 корня. Если у нас будет 4 на 4, то у нас будет уравнение четвертой степени характеристическим, а там будет 4 корня и так далее. До самого предела. Поэтому в этом плане нам легко и хорошо. Сколько у нас строк в нашей квадратной матрице, столько у нас собственных чисел и собственных векторов. Давайте теперь с этим смотреть. Отлично. Клево, что у нас есть x1, который равен минус 1. Это собственное значение. Лямбда первая у нас равно минус 1. Лямбда вторая равно 7. Чтобы вас не смущало, первая и вторая. Их просто два. Хорошо. Что с этим дальше предлагается делать? Дальше предлагается искать непосредственно... Сейчас. Непосредственно предлагается искать собственные вектора. 4, 5, 3, 2 было. Сейчас главное 4 минус лямбда. 2 минус лямбда. 5, 2. 3. Не надо. Теперь мы просто берем, смотрим на это дело и просто подставляем лямбды. У нас же есть два значения лямбды. Сначала подставляем первое. Лямбда первая у нас равно минус единица. Давайте смотреть. Подставляем вместо лямбды первую нашу штуку. Просто считаем. Если у нас их есть два, давайте. Мы же хотим уравнение посчитать. Такого вида делаем запись. Это у нас 5, 5, 3, 3. Я думаю, что вы сразу чувствуете некоторую проблему. Скажите мне, что вы можете мне сказать про строки этой матрицы? Те, кто смотрит. Есть ли у вас некоторые нехорошие подозрения по поводу строк этой матрицы? Хорошо, а если я сделал вам подсказку? Хорошо. И напомню. Хорошо, Аня, давайте по-другому. Я сделал вам подсказку более тонкой. Когда определитель матрицы не равен нулю. Квадратность. Когда все строки встал цели не независимы. Вот, есть ли некая проблема в этой матрице? Что можно сказать по поводу ее строк? То, которая вторая получилась? Она получается как раз линейно зависима. Да, именно так. Давайте посмотрим, что с этим делом делать. Это абсолютно нормально на самом деле. У нас получилась вот такая чудесная матрица. Давайте ее запишем в форме линейного уравнения. В ходе решения такого линейного уравнения мы неизбежно придем к тому... Сейчас, секунду. В ходе решения линейного уравнения здесь мы неизбежно придем к тому, что у нас... Сейчас, подождите. А я не вошелся в знаках случайно? На секундочку. 4, 5, 3, 2. У нас все это... У нас все это нормальное. А почему тогда это? Ага. Не ошибся. Все хорошо. Мы неизбежно приходим к тому, что, в общем-то, мы можем одну строчку из другой выразить. Какое вообще у нас может быть решение этого уравнения? Вопрос. Во-первых, нам сразу не нужна вторая история. Давайте решать это стандартным способом. Даже не стандартным, а простым. Вот. И мы неизбежно из этого делаем один определенный вывод, что у нас x1 равно минус x2. И все. И никакой больше дополнительной информации мы об этом деле не имеем. Фишка в том, что на самом деле решением этого уравнения может быть... Ну давайте... На самом деле, да ладно, я просто скажу. На самом деле решением этого уравнения является как бы бесконечное множество векторов. Вот. И в качестве ответа и в качестве собственного можем выбрать, в общем-то, любой, который под это уравнение подходит. Например, x1 равно 1, и x2 равно минус 1. Подходит под эту запись? Ну, в общем-то, подходит. Потому что... Ну да, равенство выполняется. Подставив на передыдущем этапе лямбду, мы получили новую матрицу, записали ее как систему линейных уравнений, приравняв к нулю, получили собственный вектор. Вот. С собственным вектором 1 минус 1 пример с тем, чтобы проверить, что он работает. Есть лекция. Давайте, давайте, давайте сделаем следующий. Давайте попробуем проделать то же самое со следующим вектором. Что у нас там? Опять 4, 5, 3, 2 было. 4, 5, 3, 2. Это все минус лямбда. У нас второй корень был семерка вроде бы, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь. Вот. К чему мы придем? Мы придем к следующей новой матрице. К некой новой матрице. 7. Сейчас, секунду. Я не могу из 4, 7 вычесть. А что такое? 3. Минус 3 только. Минус 3, 5. И 3. И минус 5. Вот такая матрица у нас получается. И тоже на самом деле возникает некоторый вопрос. Что она, вообще говоря, очень-очень сильно линейно зависима. Потому что мы получаем одну строчку из другой просто умножением на минус единицу. Это как бы неприкольно. Сейчас, простите. Простите. Да, все нормально. Так. 3х1 плюс 5х2. 3х1 плюс минус 5х2. И то, и другое равно нулю. Что мы дальше делаем? Просто берем, переносим. Опять. Это все у нас сводится к абсолютно эквивалентной записи. Что у нас 3х1 равно 5х2. Ну просто перенесем вправо. И понятно, что у нас вот эта строчка элементарными преобразованиями матрицы уже конкретно сводится к этой очень легко. И получаем, что у нас х1 равен 5х3. И опять, как бы, у нас количество решений бесконечно много. Главное, что бы, в общем, выполнялось это равенство. Какой бы вектор выбрать? Давайте, ладно, что бы, что париться, если можно не париться. 1 и... 3х5, да, тогда будет. Да, 3х5. Вот. Ну, а на самом деле это мог быть и какой-то совершенно другой вектор. Это мог быть и 2, и 6, и 6 пятых, например. И их на самом деле бесконечно много, но количество чисел ограничено. Я, видимо, оговорился, когда до этого говорил, что вектор тоже только один. И на самом деле линейно зависимые вектора от собственного тоже будут собственными конкретной матрицей. Вот. Давайте проверим все это дело. Сколько там? 1,3,5, да? Сейчас. Я же не ошибся. 15? 15. 15. 3,5, 3,2. Проверим, что из этого выйдет. По идее, должно получиться что-то вот такое. Потому что у нас собственное значение семерка. Давайте смотреть. Давайте. Вот эта история. Чему равна? Эта история равна 4. 4 плюс 3,7. 7. И вот эта история умножить скалярно на вот этого. Это 3 плюс 6,5. 3 плюс 6,5. 36,5. Почему? Сейчас, секунда. Не-не-не, я что-то не так делаю сейчас. Простите. 3 плюс... Не-не-не, все правильно. 3 плюс 6,5. Я запишу это, простите. 3 плюс 6,5. Простите, просто это что-то 18,21. И мои способности к устному счету резко очень сильно упали. 21,5. Вот. Да, все, все правильно. Все, хорошо. Да, 21,7 и 21,5. Как бы, что мы можем сделать с этим вектором? Мы можем однозначно сказать, что как бы... И сейчас еще раз. Вот этот вот вектор 7,21,5 получен просто матричным умножением этой матрицы на вот этот чудесный вектор. Вот. Соответственно, скалярно умножили 4,5 на 1,3,5. Получили 7. И скалярно умножили 3,2 на 1,3,5. Получили 21,5. Что мы можем сделать? Правильно извлечь из этого семерку. Вот. И получить... Что получить? 1,3,5. Да. Вот. Замечательно. Ась? Следующая станция. Шелебника. Ага, ага. Я слышу метро. Хорошо. Так. Окей. Собственными векторами, собственными значениями понятно. Мы просто... Что мы делаем? Мы говорим, что у нас есть какая-то исходная история. Нет, это даже раньше было. Где оно было-то? Даже не здесь. Вот. Мы говорим, что у нас есть некая матрица. И мы хотим найти ее собственный вектор и собственное значение. Более того, мы понимаем, что... В общем-то, вот это конкретное утверждение, что мы матрицу умножаем на вектор и получаем некое число умножить на векторы. И они должны быть... И здесь эти векторы должны быть как бы одним и тем же вектором. Вот. Я вам даю утверждение, что собственных чисел у матрицы 2 на 2 не больше, чем 2. Вообще ровно 2. Плюс я... Ну да. Дальше мы берем и записываем вот такое уравнение. Элементарными преобразованиями приводим его вот к такому виду. Только я вот здесь вот описался, и там было не 5, а 2 на самом деле. Потому что вот здесь двойка как бы... Это просто некая очень неприятная описка. Вот. Записываем это в таком виде. Дальше просто находим, говорим, что как бы определитель равен нулю, приравниваем, находим конкретный просто из квадратного уравнения числа. Причем из понимания того, как считается определитель, мы понимаем, что как бы... Что собственные числа – это просто корни получившегося характеристического уравнения. Поэтому у определителя матрицы 3 на 3 будет 3 корня, потому что просто когда мы будем расписывать определитель, здесь будет еще один множитель, и у нас получится кубическое уравнение и так далее по степеням. Вот. А дальше мы просто подставляем в исходную вот эту вот историю... Даже не вот эту вот историю, а в исходную вот эту вот историю вот для этой матрицы. Мы берем и просто подставляем вместо лямбды вот этой найденные нами корни и считаем, что из этого выходит. Находим какие-то вектора, которые, вообще говоря, подходят под утверждения, которые у нас получились. Я имею в виду вот эти вот утверждения. Что, в общем-то, под конкретно вот это вот уравнение на самом деле подходит бесконечное количество векторов. И как бы... И 7 минус 7 подходит под эту штуку. Вот. И еще какой-то. Вот. Я думаю, что на самом деле это дело тоже нужно проверить. Как бы я сказал, что как бы... Два собственных вектора и не договорил, что как бы... Что есть еще и... Как их? Ленин, зависимые от них вектора, получаемые умножением на число, тоже подходит под собственное. Давайте посмотрим, что это работает. Вот. Потому что... Потому что о чем бы не посмотреть. 4, 5, 3, 2. И что мы там говорили? Какой я решил? 7 минус 7, да? Ну, потому что здесь вектор был единица минус единица. Мы в прошлый раз смотрели. Вот. Это вектор, для которого как бы должно быть верно... Сейчас 7 минус 7. Должно быть верно вот такое вот утверждение. Потому что собственное значение конкретно минус единица. Давайте смотреть. Получается у нас это или не получается. Ну, давайте. Что мы делаем? Мы вот это умножаем. Это... Сколько? 28. 28 минус 35. Это минус 7. И вот эта история. Это 21 минус 14. Это просто 7. Верно ли утверждение, что как бы... Что вот эти две записи равны? Ну, очевидно, да. Очевидно, да. Вот. В общем... У матрицы 2 на 2 есть два собственных значения. И каждому собственному значению есть какое-то свое множество собственных векторов, внутри которого каждый из этих векторов это просто умножение на число другого. Вот. То есть у нас на самом деле есть собственное число минус 1 и вектор 1 минус 1. И, может быть, и любой другой, который будет получен из этого умножением на число просто. И другая пара. Это... Что там было? Единицы 3 пятых, насколько я помню. Вот. Единицы 3 пятых и тоже как бы любое полученное умножением на число от вот этого. Вот. Все, последнее, что у нас осталось, это задание со звездочкой. Давайте я вам покажу это дело. А про значение я упустил. Смотрите. Да, в метро. Я понимаю. Вот. Ну, давайте повторим, что мы торопимся, что ли, куда-то. Я никуда не тороплюсь. Все равно успеваем. Успеваем все, но как бы что-то успеваем. Смотрите. Собственные значения мы получаем... Собственные значения мы получаем просто вот таким характеристическим уравнением. Вот. У нас есть матрица. Мы взяли углом на диагонали, вычли то, что у нас потом будет нашими собственными значениями. Потом считаем определитель, приравнивая его к нулю, и получаем просто квадратное уравнение. Если для матрицы 2 на 2, это будет квадратное уравнение. Для матрицы 3 на 3 будет кубическое. Для матрицы 4 на 4 уравнение четвертой степени. Для уравнения второй степени 2 корня. Для уравнения третьей степени 3 корни, для уравнения четвертой степени 4 корни и так далее бесконечности. Соответственно, просто введя параметр лямбда и сказав, что определитель равен нулю, вот этим фокусом чудесным, и начиная считать этот определитель, мы приходим к конкретному полиному, то есть уравнению какой-то степени, находим его корни, и эти корни и являются собственным значением матрицы. Если не очень понятно, то тогда просто можно будет пересмотреть момент, когда мы это считали. Вот, и когда я себя тоже управлял каким-то образом. Вот, давайте последнее задание. Последнее задание чисто. А зачем они нам нужны, собственные значения? Собственные значения нам нужны, чтобы... Ну их два. Ну их два, да. А зачем они нам нужны? Собственные значения нам нужны, чтобы находить собственные вектора. А когда у нас есть собственные вектора, фух, на самом деле, я вам сейчас... Это будет неочевидный вывод, и он станет понятнее. И вот на некоторых более поздних этапах нашего основания, да, для матрицы 3.0.3 будет кубическое. На некоторых более поздних этапах нашего с вами ознакомления с математикой. Возможно, на самом деле, на сейчас. На самом деле, нам, скорее всего, понадобится на 12 лекция, где я вам буду про разные хитрые способы подсчета градиентов рассказывать. Но неважно. Вообще говоря, вообще говоря, смотрите. Чувствуете ли вы, что вот эта запись, она таит в себе некий способ экономить время и расслабляться. Точнее, напрягаться меньше, чем нам хотелось бы. То есть мы вот здесь матрицу умножаем на вектор. И это скалярно умножать долго трудно. А еще мы, а вот здесь мы просто число умножаем на вектор, как бы, и нам неплохо. На самом деле, на самом деле, это не так важно. Вот эта запись, она крайне полезна для довольно, вот конкретно это выражение и возможность представить произведение матрицы и вектора как собственное значение на вектор при выполнении всех условий. Это очень удобно для квантовой химии, для каких-то моментов. Второе. На самом деле, на самом деле, я напомню, что такое собственный вектор. Собственный вектор – это такой особенный вектор, что линейное преобразование, то есть вот эта вот матрица, когда вы ее применяете к этому вектору, ничего особенного с ним не делает. Вот, смотрите, у нас был пример. У нас был пример с этими картами Австралии. Вот у нас была какая-то наша Евразия и Австралия. Где-то здесь Африка. Ну, короче, у нас не в уроке географии. Вот. И такая же карта, только верх ногами, да? Вот. Так вот, что утверждается? И мы с вами говорили, что, в общем-то, у нас есть некое желание попадать в Москву в обоих системах координат. И для этого мы находили целую матрицу превращения векторов из этой карты в вектора вот этой карты. Утверждается, что найдутся такие вектора, что они будут оставаться неизменными в зависимости от этого перехода, разве что умножением на число. Напомню, что умножение на число просто удлиняет и укращает вектор. А теперь давайте, вот если вы смотрите внимательно на эту историю, вы можете, вообще не зная никаких математических выкладок, найти ровно один собственный вектор. Прямо здесь. И мы с вами его даже видели. Прямо даже на лекции видели этот собственный вектор. Который при вот этом переходе, вот, если мы умножаем вот этот несобственный вектор, который просто в Москву идет на матрицу перехода, то он берет и перекидывается сюда. А я утверждаю, что здесь есть минимум два направления, для которых вот эта матрица будет делать, разве что вытягивая их или сжимая. Скажите, ну, я даже, на самом деле, я проспойлерил какой-то вектор, вот только что. Вот, грубо говоря, у вас был вот этот вектор в Москву. Вы применили линейное преобразование, и вектор отправился сюда по осям, по одной оси, на самом деле. Очень правильно поняли, да, но, как бы, на самом деле, вот это один из этих векторов, собственно. Потому что, если вы поедете в сторону Австралии по экватору, очень условному экватору, на какую-то другую, ладно, пусть будет планете, то даже, то и в этой карте направление тоже будет, позволяет нам найти эти инвариантные направления для вот этого конкретного преобразования. То есть у нас есть вот это конкретное преобразование между этими двумя картами, а собственными векторами будут конкретные направления, которые будут инвариантны относительно этого преобразования. Вот Помимо того, что это прикольно Само по себе и очень забавно Это еще и очень полезно Имеет огромное количество Практических выкладок С многими из которых мы столкнемся Но они чуть менее очевидны, чем в этом примере Они требуют уже чуть более Глубокого погружения В взаимодействии математических Объектов между собой Вот Я ответил на ваш вопрос, типа, зачем они нам нужны У меня получилось дать представление Об этой истории Вот Пока я готовлюсь К следующей задаче В общем, да, круто Вот, в общем У нас еще будет, что обсудить Поэтому будут Это я вам гарантирую Так, последняя задача, она была под звездочкой За счетом на то, что, возможно, мы ее не успеем У нас еще целых 20 минут есть, поэтому можно поразвлекаться Она чисто повеселится На самом деле, относительно Вот Смотрите, у нас с вами есть Некая координатная Ось Ладно, давайте все-таки будем пользоваться преимуществами Digital Painting Господь Так И Кисточка Вот По условиям задачи У нас есть некие точки Которые получены Направлением определенных векторов Кисло было По крайней мере, мне Не знаю, как вам Вот Это что? Это минус 1,1 Пожалуй, слишком жирно Да ладно Минус 1, минус 1 Был какой-то вопрос? Я слышу периодически включающиеся микрофоны Ну, в общем, ладно Вот так вот Давайте это цветами будем делать Чтобы прям совсем наглядно было А, там пурпурный был А что п не пурпурный? Пурпурный? Красиво Вот 2, 2, 0, 0 Вот Это первое линейное преобразование 0, минус 1 И 1, 0 Это второе линейное преобразование А, другими цветами давай Пусть будет синий Какой там? 0, минус 1 Так, простите У меня зависло все Отвисло Замечательно И А еще Цвет 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 русской волны И еще вот этот Этот сиановый Ну, пусть будет сиановый И давайте с вами посмотрим Что станет с квадратом Если мы вот Образующие его Точки, полученные приложением Векторов к началу координат В общем, начнем Вот Конкретно эти вектора Просто преобразовывать Этими чудесными преобразованиями Давайте посмотрим Что из этого будет вообще И выйдет ли что-нибудь веселое Давайте начнем с Ну, первого Преобразования У нас есть с вами Чемучить Я буду сам их высчитать Высчитывать новое Сначала Давайте умножим 1, 1 Не очень сложно Получим какую точку И 2 2, 0 на 1, 1 Это получается 2 плюс 0 2 А здесь 0 плюс 2 Тоже 2 Получаем точку 2, 2 Да То же самое Делаем Проделываем С остальными точками Случайно Случайно оси стер Ну, ладно Вот Давайте Что мы там Минус 1, 1 Минус 1, 1 Получаем Минус 2, 2 Ну, опять Скалярное умножение Минус 1 умножить Умножить на 2 Это минус 2 Плюс 0 Минус 2 плюс 0 Равно 2 А здесь Как бы Минус 1 умножить на 0 Плюс 2 умножить на 1 Получаем 2 Замечательно Минус Минус 2, 2 Вот Замечательно То же самое Давайте проделаем С минус 1 Минус 1 Что здесь будет Минус 2 Без изменений А здесь А здесь А здесь А здесь Тоже будет минус 2 Кто бы сомневался Что называется Вот Только точку сюда Нужно было поставить Вот Вот И Вот здесь Вот точка будет Минус 2 Минус 2 Ну и то же самое Мы делаем Для Единицы Ну и Кто бы Опять же Кто бы сомневался Вроде бы Ничего нового Получаем Тоже здесь Где-то точка Минус 2 Нет Почему Просто 2 Минус 2 В общем Замечательно Скажите мне Что же Происошло Что делает Линейное преобразование Где по диагонали Чеки Двойки стоят С изображениями Относительно С изображениями Из точек Относительно Начала Координат Ну предположите Здесь Это вопрос не на математику Улучшает в 2 раза Да Но более того Оно его растягивает А теперь смотрите На самом деле А давайте Я Нет Давайте 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 Еще немножко Поиграемся А потом Я вам Вам расскажу Этот чудесный фокус И мы на этом На сегодня Закончим Давайте То же самое Проделаем С С другой С другой штукой Давайте Опять 1 1 Чему Это будет Равно Многоуважаемое Уравнение Какую точку Мы из этого Получим Мы из этого Получим Минус Единица И Единица То есть Мы 1 Отразили Куда Отразили Вот сюда То есть У нас Вот эта точка Оказалась Но она уже Помечена Не буду Ее отмечать Дальше Давайте посмотрим На минус 1 Что с ним Происходит Ничего не меняется Кстати Вообще Ничего не меняется Подождите А нет Меняется Да Да Минус 1 Множить на 0 0 Минус 1 Множить на 1 Минус 1 Все нормально Второе Вот эта вот история Это Сколько Это Минус 1 Да Минус 1 Да Поворот вокруг Y Все вы правильно Говорите Не подождите Это вообще Сейчас Подождите Не совсем Не совсем Даже не поворот Вокруг Y Это поворот На 90 градусов По-моему Если я не ошибаюсь Конечно Вот Давайте Дальше смотреть Я могу ошибаться Сейчас на самом деле Вот Это будет Единица Если Минус 1 Минус 1 А здесь Минус 1 Останется Да Все правильно Я вас не обманываю Даже сейчас Вот Это поворот На 90 градусов Вот И последнее Что нам осталось Это 1 И минус 1 1 И минус 1 Это 1 1 Да Это 1 1 Вот Грубо говоря Грубо говоря Вот это Линейное Синее Линейное Преобразование Взяло Как бы И каждую Точку Относительно Начало Преобразования Координат Повернуло Против Часовой Стрелки На 90 Не вокруг Y Это Поворот Вокруг Начала Координат Вот Тоже был Скорее Поворот Чем 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 Пересмотреть Конечно Вот И последнее Линейное Преобразование На сегодня Абсолютно В том же Самом Ключе Давайте Еще Вот Это Сделаем Нет Только Вот Здесь Мы Я Кошь Все Таки Дадим Вот Давайте То же Самое Проделаем Здесь 1 1 Чему Это Будет Равно Это Будет Равно 2 2 И 1 Сейчас Подождите Смотрите 1 Минус 1 Скалярно Умножить Умножить На Минус 1 Сейчас Подождите Давайте Разберем Ладно Сейчас Давайте Об этом Поговорим У нас Вы Про этот Пример Говорите 1 Минус 1 Сейчас Я проверю По вашему Чету Да 1 Минус 1 Умножить На Эту Штуку Скалярно Давайте Смотреть У нас 1 Умножить На 0 Плюс Минус 1 Умножить На Минус 1 Будет 1 Потому Что Минус На Минус Дает Плюс У нас Вот Эта Штука Умножится И С Вот Этой Штукой Это Минус Единица Ага Все Вот Спасибо Что Задаете Вопрос На самом деле Это Еще И Самого Меня В Тому Сидержит Потому Что Мало Лечушь Какую Нечень Тоже Нехорошо Вот Давайте Сюда Вернемся Циановый Что Делает Циановый А Я Уже Посчитал 2 2 1 Окей У нас Была Точка 1 1 И Мы Ее Отправили В Куда Мы Ее Отправили Мы Ее Отправили В 2 Здесь Оставили В 1 2 1 То есть Она Не Поднялась А Сместилась Давайте То же Самое Сделаем Минус 1 Плюс 1 Чему Это Будет Равно Это Будет Равно Нулю Нулю А Вот Это Число Без Изменений Так А Почему А Потому Что Они На Другом Слое Да Все Чем Это Равно Это Равно Я Забыл Нулю И Это Равно Единице Забавно То есть Вот Это Число У нас Отразилось В 0 И 1 1 Вот Значит У Нас Это Вот Эта Точка Отразилась Сюда Вот Эта Точка Отразилась Сюда Замечательно Давайте Смотреть Дальше Минус 1 Минус 1 Вот Тут Уже Минус 2 Получается Минус 2 И Минус 1 Давайте Смотреть Минус 1 И Минус 2 Правильно Правильно Да Вот Эта Точка Отразилась Вот Сюда И Последнее Что Нам Осталось Это 1 Минус 1 1 Минус 1 Это 1 Это Опять 0 Кстати Это Опять 0 И Минус Единица Сейчас 0 0 И Минус Единица Да Вот Хорошо А вот Эта точка Отразилась Сюда То есть У нас Вот Не Отразилась А Отобразилась То есть У нас В итоге Получилась Вот Такая Шняга Вот И Она Растянулась Дефармировалась И вообще Какие-то Странные Штуки Делала На самом деле Есть еще Разные Линейные Преобразования Вот Их много И они Прикольные И это Скорее Нужно Нам Будет Когда Мы Будем Про Изображение Говорить Уже Конкретно Предметно Говорить Про Изображение Как Про Данные Будем Говорить Про Изображение Вот Что Я Вам Хотел Показать Последние Пять Минут Нашего Сегодняшней Встречи Это Я Хотел Вам Рассказать Про Давайте Сюда Я Вам Говорил Что Линейные Преобразования Точнее Вот Те линейные Преобразования Которые Матричные Преобразования Когда Мы Строки Умножаем А Где А Я Не Знаю Вот Конкретно Такие Вы Про Дополнительную Или Про Те Которые Я В Семинаре Делаю Смотрите Есть Абсолютно Чудесный Чудесный Сайт Многоуважаемого Блин Я забыл Его имя Кстати Называется Матпрофи Матпрофи Там Прям Огромное Количество Разных Примеров Уравнений Решения Матпрофи Точка Ру По-моему Вот Да Там Вот прям Задачи С объяснением С решением Это вот прям Такой Хороший Хороший Учебник По решению Задач По линейной Алговоре Высшей Математике И всему Остальному Вот Это то Что я Знаю Но Большую Часть Я просто По лекции Придумывал Поэтому Какие-то Задачники Подсказать Наверное Не могу Вот Ну Наверное Сайт Матпрофи Рекомендую Он Прикольный Это Если вы Хотите Прям Задачу Решать Давайте Я Кое-что Последнее Вам Расскажу Вот Я Вам Говорил Что Матрицы Остаются Эквивалентными Но Может Меняться Детерминант Так Вот В чем Геометрический Смысл Детерминанта На самом деле Геометрический Смысл Детерминанта В том Чтобы Отражать Площадь Сейчас Даже Не площадь А Насколько Это Коэффициент Который Меняет Сейчас Простите Поскольку И как Сильно Изменяется Изменяется Пространство В результате В результате Применения Этой Конкретной Матрицы Вот Я Вам Обозначил Две точки Две Простите Я обозначил Четыре точки Вот И Применение Вот этого Линейного Оператора Давайте Все-таки На пурпурненький Вернусь Вот Вот этого Линейного Оператора Взяло И растянуло Растянуло Фигуру Образованную Всего Четырьмя Точками В два Раза Вот Даже Площадь На самом деле В четыре Раза Увеличилась Так-то Ну да Площадь Увеличилась В четыре Раза Вот Суть в том Что на самом деле На самом деле Вот этот оператор Он может применяться Вот К любому вектору Внутри пространства Соответственно Он оказывает влияние Он растягивает Все пространство В общем-то По-хорошему По-хорошему Какому бы вы вектору Не применили Это линейное преобразование Эта штука Его растянет Какое-то количество раз Сам вектор в два Конкретно Но Если Само линейное преобразование В общем Короче Определитель Определитель отражает То Во сколько раз Меняется Пространство В результате Применения Этого конкретного Оператора Вот Наверное Так Да Если не вводить Дополнительное определение На самом деле Руками размахивает Трудно объяснить Как это работает Почему Я же не пояснил Почему на самом деле Линейное преобразование Растягивает пространство Вот По-своему И вообще Его виды изменяет Но В общем Не важно Важно Что В общем-то Это Я вам Я вам водил Определитель Как просто число Поставленное В соответствии К матрице Но в общем Нет На самом деле Какой-то смысл У этого числа есть И он напрямую связан Насколько Насколько Сильно Деформируется Пространство В результате Элементы Конкретного Пространства В результате Применения Этого Конкретного Оператора Вот С точки зрения Пурпурного Преобразования Которое Мы с вами Использовали Оно Растягивает Все Например Какие здесь Еще Поворотное Не то Чтобы Прям Вот Прям Мягко Скажем Не то Чтобы Оно Просто Его Как бы Видоизменяло Да Конечно А мы Закончили На самом Деле Все Как бы Это Конец Это Заключительные Слова Вот До свидания Спасибо за Внимание Да Многоуважаемый Филипп Последнее Слово Ну Все Да На самом Деле Да Это Конец В общем-то Определитель Это Не просто Чиселка Для наших Интересов Логибраических Это просто Чиселка А так Вот В общем-то Смысл Какой-то У него Есть Вот А еще Преобразование Фигур С помощью Матриц Это Клево Если Рисовать Матриц 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 Матриц